События, которые действительно ждали. Пробки на Чкаловском переезде, прежде казавшиеся вечными, теперь в прошлом. Два с половиной года строительства и Чкаловский путепровод полностью готов к потоку автомобилистов. Открытие второй очереди эстакады – праздник не только для Щелковского района, но и для всей Московской области. Проезд открыт и первыми новое дорожное полотно испытывают на прочность самосвалы. Один из самых проблемных участков Щелковского шоссе. Теперь можно будет проехать со скоростью 80 км в час. Проект долго оставался приоритетным не только для нашего района, но и для всего региона. Я хочу поздравить всех, кто участвовал, поблагодарить всех, кто участвовал в создании этого инженерного сооружения. И я очень рассчитываю, что подобные объекты позволят нам поменять то, что беспокоит людей. Убрать эти чудовищные пробки и часы ожидания. Это очень значимое событие для региона, для Московской области, потому что раньше здесь по два часа приходилось стоять на железнодорожном переезде, особенно для жителей Звездного городка, но и вообще для жителей Подмосковья. Но теперь машины будут лететь со свистом. Сегодня, благодаря губернатору Московской области, это реализовано. И самое главное, что реализуются все предвыборные наказы, которые были даны. Все, что делается для людей, мне всегда нравится. Поэтому я с удовольствием сегодня присутствовал на открытии второй очереди Путепровода. Теперь Путепровод заработает полную мощность. Строительство эстакады началось летом 2013 года, но для многих жителей вопрос встал намного раньше. Когда мы первый раз с вами встретились, Андрей Юрьевич, и обратились к вам, вы нам пообещали. И я хочу сказать огромное спасибо. Это человек слова. Он сказал, что сделает. И дорога есть. Спасибо вам огромное от всех. Спасибо от Фрязина, от Щелкова, от Ногинска, от Александрова, от Кольчугина, от Киржача. Черноголовка. Это решение громадных проблем. Чем у нас будет лучше дороги, чем меньше будет железнодорожных переездов, чем больше будет таких путепроводов, тем безопаснее будет водителям ездить и пешеходам переходить. Первую очередь путепровода запустили еще в конце октября прошлого года. А теперь эстакада заработает в полную силу, а вернее во все четыре полосы. Для удобства автомобилистов здесь возвели развязки и съезды. Но главное, железнодорожный переезд больше не мешает движению. Позаботились и о пешеходах, установили лестничные подъемы, оборудовали надземный пешеходный переход. Небольшое отставание случилось, но я очень рад, что подрядчик нашел в себе силы. Мы мобилизовались и мы дожали этот объект. Пропускная способность трассы до 35-40 тысяч автомобилей она совершенно спокойно пропустит. Ну а после открытия Чкаловского путепровода губернатор направился в городское поселение Свердловский, где в новой школе номер два вместе с космонавтами Алексеем Леоновым и Максимом Сураевым провел для ребят урок, посвященный Дню Героя. На основании указа президента 9 декабря День Героев. Во всей стране мы чествуем наших героев, героев Отечества. Это люди, с которых все мы берем пример. Алексей Леонов и Максим Сураев не просто так оказались в одном классе. Оба они тоже герои. Один Советского Союза, другой России. Как оказалось, у каждого из них тоже есть тот, кого они считают примером для подражания. О них они и рассказали ученикам. Делегация пообещала, что еще раз навестит школьников и сделала с юными жителями Свердловского общую фотографию на память.